Но мне же нужно показать вам флорентийские подносы, вот эти, видите, разные размеры, вот этот маленький, по-моему, 4 стоит, а вот эти большие по 5, все они разные, все красивые, мне, конечно, больше всего понравился вот этот. Дальше вот такой, все они царские, очень-очень-очень-очень красивые, все подходят, смотрят, сегодня один купили пока что, вот такой маленький, ну все красивые. Кстати, давно хочу, вот столик видел, как-то продавался на Тишинке, но мечтаем, мечтаем, что мечтаем и идем к целям, все потихонечку. Не знаю, что вот это за штука у Аси висит, это кот что ли, кот вот это, или кто это, и что он делает, не совсем пойму, но очень какая-то веселая штука, подвесная. Ася, а что вот это такое? Это подсвечники, это масонские. А это котик что ли? Это масонский, нет, это человек, это вот их эти гербы, да, кресты, знаки, все масонское. И сюда свечки. Ну, это уличные, похоже, вещи? Да, бля, мне кажется, он как будто на стену вешается, потому что вот, видишь, вот подвоздик. Угу, угу, понял. И плоско. Вот такая вазочка есть, красное стекло, не знаю, к ним, не к ним, но стоит вот как бы в тематику. Здесь вот такие бокалы, тоже с красным, с молочным стеклом, кушин, не буду доставать его, потому что он там, чтобы ничего не уронить. И, конечно же, конечно же, часы. Вот этой бомбоньерки вроде бы тоже не было. Вот эта была чуть поменьше, но вот эта роскошная, более крупная. А бокалы какие? Такие бокалы. Кстати, Галина из Германии прислала мне посылку, которую я вам так еще не распечатал. И там вот такие платочки, только вот, к сожалению, без верхней части. Ну, вот так же вот упаковочка упакована. Подарки у меня. Надо будет дойти, я так и не снял. Так и не снял. Ох, а вот эту кружку надо еще показать. Вот эту красивую кружку. Так она здесь ярко смотрится. Вот, она тяжелая, но красивая. Сюда, наверное, сюда пару бутылок пива поместится. Потому что большая, крупная. Так, в порядке навел, чтобы не нарушать тут у Аси красоту и роскошь. Мадонна здесь стоит у Аси. Я снова кофе захотел. Вот этот зеленый комплект. Это, по-моему, Асиного соседа. Но не важно, все равно. Можно прийти и обрести. Ну, обрести, да, приобрести, обрести. Он полноценный. Но на три кружечки только две. Хотя, может быть, еще убраны. Я вам хотел вот этот показать, сервис. И вот эти два. Ну, вот удивил меня вот этот необычный. Не видел таких. Пока что не встречал. Вот такой у меня есть, но не полный. Нужно будет добрать молочник и чайничек и сахарницу. У меня только кружки и чашки. Кстати, я как-то встречал сахарницу и молочник. И только потом у себя же на видео увидел отдельно стоящий. И нужно было мне приобрести к своему сервизу. А я, в общем, это... Ну, все, не увидишь сразу. Вот такой набор, комплект. Набор, комплект, сервиз. Кому как нравится. А то некоторые говорят, не какой-то не комплект, а сервиз. А сервиз состоит из такой-то комплектации. Вот эти красивые. Ох, ну вот эти еще красивее. У-у-у. Это мы с вами вот там у Асиного соседа видели. И вот к набору-то вот еще такой кувшинчик. Мы видели, что там чашечки с блюдцами и чайничек, да? А это вот под вино, наверное. Кружка. Мое любимое кашпо. Все о нем мечтаю. В кракелюре. Чайничек. И ваза-лебедь. А эти вазы, кстати, Мурана. Очень красивые. Необычные. Орешки ям. Красивая пара. Ну вот эти, конечно, еще приборы из кости у Аси. Просто роскошные, невероятные. Вот такая пара и такая пара. Пятый тысяч. Но это уже можно передавать по-наследству. Ножи вот такие есть. Очиститель воды, да? Да, да, да. Или как его назвать? Да, вот так. Серебряный. Вешаешь на стаканчик. В стаканчик бросаешь монету. Сколько стоит такой? Это 2,500. 2,500. Серебро, конечно же. А еще я у них примерил вот этот перстенек. За тысячу отдают. Тоже серебро? Это вам тысяча, а другим полторы. Да, серебро это. Ну да кто-то придет и купит. Ну там, тысячу-триста. Подоргуйтесь, если что. Красивый. Мне на мизинчик. Обязатель для чтения. Можно как медален повесить. Когда нужно, по книжечке вести, по читателю. Ну, в общем, по строке. То любитель так читать. Стоит такой? Это за полторы. Полторы. 70 рублей грамм. Это все серебро. Вот они все разные. Кому что нравится. Целый лоточек. У меня, кстати, есть подчастник такой. В золоте. Дама сидит. На камне или на чем она. И там нету самих циферблата. И вот видите, 500 рублей есть. Керамика, кстати. Нет, да отвези тайно, мы дадим кого отвезти. Вставочка вот такая. Что, забрать, как думаете? В хозяйстве все пригодится. Красивые стрелки поставить. Или вот, например, в эти часы, которые я сегодня у Артура снимал. Тоже вариант. Привет. Так, ты что к нам не... Ух ты, какие маски шикарные. Подвесные. Надо вот так вам показать. Две штучки. По три. Три штучки одна. Мы таких еще не встречали. Здесь Каподимонт и прорезной фарфор есть. Здесь более дорогой стол. Помните, совсем недавно Кузнецовский мы с вами увидели? Молочник. Вот его родственник. Петушок какой. А, это свист... Нет, не свистулька. На мешке сидит. Петушок. Что-то написано. Денег много не бывает. Так, вот эту сахарницу хотел показать. Тоже какая-то прям старинная. И вот эту баночку Каподимонта тоже, по-моему, да, три тысячи. Ну и, конечно же, паровоз вот такой металлический. Наверное, на заводе раньше был. Ну, в смысле, заводился. Вилка щупалец. Вилочка. Ну, под лимончик, наверное. А может быть, морские продукты кушать. Это, наверное, богемия. Точно не знаю. И Каподимонт и ваза. Здесь еще две красивые. Часто вы спрашиваете, где стоит Ася. Вот это место парковки. Вот она здесь, с этой стороны парковочка. Вот там главный вход. Здесь еще одни ворота есть. И как раз вот вы с этих ворот вдоль всей этой красоты проходите. И вот он начинает с ряды первой с парковки. И там вот пройдешь. Там, наверное, сколько? 200 метров. И стоит справа Асин киосок. То есть, это конец базара. А для кого-то, наоборот, начало. Кто-то заходит с этих ворот. И здесь такое более-менее совсем прям дешевенькое стоит. Ну, иногда встречается дорогое. Но кое-что можно найти. Посмотрим, что тут. В этих воротах, видите, здесь Георгий Победоносец. Вот возьмите. 250 метров. И вот находочка у меня все-таки есть. Мама мне присылает иногда посылочки. Там лежат чай. Я люблю гранулированный. Гранулированный мама присылает мне сало. Кладет посылку. Конфеты. И варенье, конечно же, мое любимое. Потому что у нас в саду растет малина, вишня, яблоки. Короче, вот я нашел вот такую штучку. Англия. Вроде бы как Англия. Чтобы класть ложечку. И по ней варенье уже стекало туда, вовнутрь, а не на стол. 250 рублей всего лишь. Прелесть прелестная. Забрал. Человеку приятно. А мне еще приятнее. Классная. У Федди появился еще вот такой сервис. Небольшой. Ну, что-то это одна кружечка всего лишь. Ну, вот веселенький. С гитарой. Так. И вот этот. Из Рос. Ну, думаю, что недорогой. А этот так и стоит сервис, от которого понравился Элле. Ух ты, бусы какие. Какая роскошь. Кстати, Артур там стоит в бусах из янтаря. И прикольно смотрится, между прочим. А я забираю свою красоту и иду дальше. Досточка необычная, круглая. К Артуру снова подошел. Тысяча рублей. Вот эта полторы. У меня такая есть, по-моему. А вот эта тысяча. Без обозначений. Но красотка. У осеного соседа забираю вот эту вазочку роскошную. По скидке отдает. Там есть такая волосина, как говорится. Но я еще и пользуюсь, и пользуюсь, да и за 500. Ну, вот в этом же направлении. У осеного соседа, у Вадима, вот есть вот такая улетная чаша ваза. Конец 19 века. А цена? 35 тысяч. Конец 19. Мэйсон. Что, наверное, пойдет она на обложку у нас этого видео. Еще у Вадима есть вот такая подсахарница. Вот, без стекла. Сейчас она продается за 3 тысячи. Со стеклом 15. Кто ищет вкусные цены? Вперед. Пока она стоит у Вадима. Серебряный подстаканник у Вадима. Наверное, их было два когда-то. Да, серебро, конечно. Парочка, наверное, была. Ну, сейчас наличие один. Так, сегодня, по-моему, это это, да? А, это грамма. Это 36 граммов серебра. Без пузырьков, одиночная, но очень красивая кроветница. Вот с такими птицами, орлами, лапами. Ну, зато будет чем заниматься. Купили кроветницу и пошли на поиски хрусталя. Очень красивая. Такая крупненькая. Балдея. Ну, допустим, кому дорого купить кроветницу целиком, без стеклом, то вот дешевле. Вариант подешевший. Сначала купить вот эту штуку, а потом уже заниматься подбором. Две пятьсот. Франция. Посмотрите, какой рисунок красивый. Утонченный для королев и королей. Только что написала одна дама, которая против, что я тут королевство развел. Ну, это же мое дело. Это мой канал. У меня все королевы. Говорит, мы тут больше, ну, как, нас много здесь простых людей. Так я вот как бы и говорю, что все простые люди, я сам простой. Тоже королевы и короли. Почему это королевы? Те, кто имеет рум? Нет. Те, у кого есть вкус. Я вот об этом королевстве. Кто стремится, чтобы была интересная посуда, интересные вещи, вообще предметы. Для этих королев, королей я и веду свои блоги. Это чешские. Чешские. Вот под коньячок можно эти под водочку. И вот здесь встретились еще вот такие вот бокальчик и стопочка богемии с необычной ножкой, вот такой шариком внутри. Но по одному экземпляру. Очень интересные. Вот эти, по-моему, по 250, а эти по 200. Вот эти, наверное, три я заберу все-таки. Франция. Посмотрите, какая красота. 800 рублей за две пары. То есть тарелочка и кружечка. 400 рублей. Лефар. Очень красивый. Смотрите, какая сумка. Это я уже конец базара. Все уже, все собираются. И идешь, и еще что-то находишь. Сейчас картину забрал все-таки. Туз Мадонны. Она там прям напечатана на ткани. И этикетка. Какой-то год. Собрал. Хорошее состояние у нее. Забавное. Вот так для деток. Сколько стоит, интересно. Ручки вот такие. Ну и напоследок. Невеста с женихом целующаяся. Прекрасное завершение дня. И покупки, и подарки. Одна из королев, которая мне уже приносила книги, принесла снова. Отдельное ей спасибо. Вот что-то я не спросил, как ее зовут. Там такая книга просто, просто опупеть. Опупеть я вам покажу. Все. Всем хороших. Будней. Потому что снимаю на выходных, а выложу уже, наверное, в будни. Всех обнимаю, целую. Королевы, короли. И даже тем, кому не нравится, что они королевы и короли. Все. Всем всего доброго. Ваши ван Рыбников.